И я бы вам хотел это заявление буквально зачитать. И прошу вашего внимания. Восьминаде Вахмана Мухаммедовича. Всевышний создал на земле народы и племена, чтобы они творили добро друг другу и отличались своим творчеством. Термин «религиозный», то есть «религиозный человек», должен включать в себя все степени развития личности. Воспитивность, благородство, интеллигентность, сочувствие, сострадание. Но ни одна из этих качеств не включает в себя такие низкие понятия, как свернословие, пустословие, смехотонство. Я знаю немало журналистов, с большой симпатией отношусь к этой мужественной профессии и считаю, что доля журналистики присутствует в каждой проповеди имам, выступлении и теологов. Но никак не могу понять связи между оскорблением над смехательством над святыми, которых нет на этой земле почти полтора тысячи и двести тысячи лет, и профессией, которая должна освещать, информировать, где-то данных святых. Надо признать то, что сейчас распространяет Франция, это не гаспетер, это оскорбительный вызов мусульманской общине, а также всей разумной части человечества. И ядовую марш мира, проведенный в этой стране, это на самом деле подкрадывающиеся шаги войны, по крайней мере, они хотят, чтобы так было. Думаю, нет необходимости рассказывать о том, что сейчас очень тревожное время, и в мире наступила пора смут. Это очевидно для всех. Не стану утверждать, что искренне верующим людям было когда-то легче, чем сейчас. Нет. Просто, может быть, в Лене было никакой скоростой, не было интернета, мобильной связи, поэтому, прежде чем информация распространялась по миру, она успевала в порядком последствии. Невежественной, ущемленной толпы во все времена было предостаточно. И она в то и дело маршировала, митинговала, кидалась камнями делающих, камни по-моему, отечаясь. Иногда они были из твердого металла, причиняющие физическую боль, иногда из финца, причиняющие смерть, иногда из скоп и карикатур ранничьи наши сердца. Наша ум опережила много разных состояний, но главное, достоинство верующих в их терпение и в воду. Я уверен в том, что эти два качества станут магнитами, способными притянуть благородных, интеллигентных, порядочных людей в Ислам. Так как именно Ислам является последней авраамической религией, которая объединяет все конфессии. Французская пиар-акция послужит им обратную услугу, по воле Всевышнего, отмечтавая. Она станет толчком для жизни, она станет толчком для верующих, для эпических мусульман, для потенциальных мусульман всего мира к более тщательному изучению жизни самого благородного из нас, пророка Мухаммада, али-салям-салям. Вот такое единение, верующих в Таистане, в России, во всем мире, и будет достойным ответом тем, кто угодно сатане поддерживает и рисует карикатуру на святых. Мольба ко Всевышнему, вот наше главное оружие и средство достижения поставленной цели. Да поможет нам Аллах и защитить от коварства и хитроспетений этого мира. С поддержкой на Всевышнего, но сдающийся от его милости, раб Аллаха, муфтида истернат Ахмаджи, Гуарь, Афида, Бугла. И действительно, вот сейчас информация поступает, что вот этот всплеск вот этих скандальных событий, которые сейчас происходят во Франции, возбудило в людях, в неверующих во французах, неподдельный интерес и любопытство к личности нашего Борона Бориса 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 Бориса. Так всегда было. Всегда, когда люди пытались нашу религию подавить и след к исламу погасить, унижать пророков, все козни, это закономерность, все козни оборачивались против несамет и служили наоборот к процветанию исламу и еще большему распространению исламу.